В последний месяц зоне армян-азербайджанского конфликта прошел под знаком эскалации напряженности. В начале апреля вооруженные силы Армении пошли на провокацию и обстрелили мирное азербайджанское население. Только в результате профессиональных действий азербайджанской армии удалось избежать больших жертв. Несмотря на это, все последние дни вооруженные силы Армении продолжают обстреливать мирные азербайджанские населенные пункты. Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня в рамках передачи «Честно говоря» с главой парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сейдовым. Здравствуйте, Самед Налим. Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо. Самед Налим, вот эти события в начале апреля уже прошло где-то месяц. Я бы хотел бы вот именно в частности как главы такого важного комитета парламентского узнать у вас такую вещь. Сразу же Азербайджан обратился к международному сообществу, МИД обращался к официальным кругам, чтобы они выразили свои отношения. Так или иначе, много говорилось. Ваша оценка, на должном ли уровне мир реагирует на то, что произошло в начале апреля и продолжается сейчас? Вы абсолютно правы. К сожалению, армянские вооруженные силы предприняли беспределецентную провокацию и нарушили режим прекращения огня, который до сих пор полностью и не восстановлен. И международное сообщество в данном случае не просто реагирует на это, а обязанно отреагировать на эти провокационные действия. Должен сказать, что наиболее четко и адекватно реакция на эти провокационные действия армянской стороны была дана Советом Европы, где конкретно указывалось о необходимости безотлагательного вывода армянских вооруженных формирований и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Причина всего этого заключается как раз в нарушении территориальной целостности и оккупации. Мировое сообщество реагирует должным образом, потому что правда о оккупации азербайджанских земель, она не скрываема. И как бы ни старались армянские источники скрывать эту истину, мировое сообщество в курсе, кто оккупант, кто провокационными действиями сегодня уничтожает мирное население Азербайджана. Поэтому с этой точки зрения, конечно, международные организации, такие как Совет Европы, Евросоюз, ООН и все другие парламентские и другие измерения, они реагируют. Но нам, конечно, хотелось бы, помимо непосредственной реакции, нам хотелось бы непрямое давление по отношению к агрессору, чтобы вооруженные формирования были как можно быстрее выдверены из территории Азербайджана. Саняна, вы помимо того, что являетесь главой комитета парламентского, вы еще возглавляете азербайджанскую делегацию парламентской ассамблеи Совета Европы, а это значит, что вы так или иначе сталкиваетесь с армянскими парламентариями, в том числе и с правящей армянской партией. Мне хотелось бы, я просто хотел бы коснуться причин, почему Армения пошла на провокации в начале апреля. На ваш взгляд, сообщение с этими людьми, смотря на их выступления, произошедшее имело какой-то внутриармянский политический дискурс некий? То есть это могло бы быть одной из причин, что они решают какие-то внутриполитические свои вопросы? Конечно. К сожалению, карабахская карта в Армении всегда разыгрывалась именно тогда, и особенно с такой ожесточенностью, когда начиналась борьба за власть. Но не только внутренние причины в данном случае побудили армянское руководство и вооруженные силы Армении предпринять такие шаги. Вторая, и мне кажется, в некотором смысле также чрезвычайно важная причина заключается в том, что сегодня Азербайджан лидер региона. И сегодня Азербайджан начинает играть не только лидирующие позиции свои проявлять в регионе, но и в мире. Он становится очень тесно связан с европейским пространством, с мировыми лидирующими государствами. И сегодня от позиции Азербайджана, от его политики становится в хорошем смысле этого слова зависимо европейское пространство. И вот для того, чтобы прервать этот поступательный механизм и поступательное движение Азербайджана и прогресс, который мы здесь наблюдаем, для того, чтобы разорвать связи между Азербайджаном и цивилизованным миром, конечно, предпринимаются такие действия. Нет у вас ощущения, что здесь в этой провокации был еще заказ извне нашего региона, не только соображение самой, скажем так, в кавычках, Армении здесь играли какую-то роль? Вы знаете, дело в том, что Азербайджан сегодня уже не региональный игрок. И поэтому, когда какие-либо события происходят в этом регионе, говорить только об участии государства региона не приходится. Здесь уже мировая политика. И в этом большое достижение Азербайджана. Азербайджан стал участником не региональных международных отношений, а международных отношений в мире. Поэтому эта провокация, конечно, которая была здесь, и эта эскалация напряженности, это попытка не только сдвинуть вот эту вот стрелку с позитива, с прогресса на этот определенный очень такой провокативный имидж, а, конечно, это участие различных сил, которые не заинтересованы, антиазербайджанских сил, которые не заинтересованы в развитии Азербайджана. В начале апреля то, что началось, вот боевые столкновения, которые были самыми масштабными с 1994 года, они привели к тому, что азербайджанская армия освободила ряд стратегически важных высот. Это, ну, скажем так, плохо подействовало на армянское общество. И вот тут, насколько я знаю, вы не только политик, вы еще и психолог. Я хотел бы вот затронуть такой момент. Дело в том, что очень много заявлений с армянской стороны, и некоторые из них, вот последние, скажем, видные деятели армянского общества говорят о том, что у Армении есть некая грязная ядерная бомба, радиоактивная какая-то, ну, какой-то у ней потенциал есть, и они предлагают применить его против гражданского населения в Азербайджане. Нам здесь, в Азербайджане, воспринимать такого рода заявления, как заявления людей с такой-то, с нарушенной психикой, или все-таки транспортировать это в международное сообщество, оно понимало, с кем мы имеем дело вообще-то? Ну, прежде всего, должен сказать, что действия вооруженных сил Азербайджана по отражению этой провокации и по освобождению ряда, так скажем, высот и территории, которая была оккупирована, она произвела шоковый эффект на тех, которые возомнили себя хозяевами, в кавычках, этой земли, и которые во сне не могли представить, что такое может произойти. Мы ведь самые большие сторонники мирного разрешения этого конфликта, но мы всегда об этом говорили, и в словах господина президента, которые звучат на каждой из конференций, на каждой из международных собраний или же каких-то других мероприятиях, это слова о невозможности пребывания оккупационных сил на территории Азербайджана и возможности достойного отпора и изгнания этих сил вооруженным способом. Мы никогда к этому не прибегали, но на провокации отвечали, отвечаем и будем отвечать самым достойным образом. Так вот, последний ответ произвел эффект шоковой терапии и те неадекватные заявления, которые мы часто слышим с армянской стороны, связаны как раз вот с этим состоянием, когда те лженадежды и лжепредставления об армянской армии, о армянском, так сказать, походе на Азербайджан, они развеялись как миф. И естественно, звучат сегодня разные заявления. Вы знаете, вы говорите о грязной бомбе, но я вам должен сказать, что, к сожалению, отходы ядерной электростанции, которая в Армении и сегодня работает неизвестно каким образом, поскольку она устаревшего типа и представляет собой опасность для всего региона здесь. Они как раз хоронятся в оккупированной зоне. И поэтому я бы сказал, что вот эта ядерная опасность или загрязняющая ядерными отходами опасность, она давным-давно, к сожалению, со стороны оккупационных сил притворяется в жизнь. Довольно часто нам приходится слышать от сопредедателей Минской группы ОБСЕ такого рода очень выражение, что вот сейчас в какой-то промежутке появилось окно для урегулирования. Трудно представить, что они подразумевают под этим окном, но все же, опять же, отталкиваясь от их заявлений, вот после апрельских событий это окно закрывается или все-таки оно еще открыто? Вы знаете, дело, я бы не стал говорить об открытом или закрытом окне, поскольку мы, азербайджанская сторона однозначно сторонники переговорного процесса. Да вообще в мире, я не знаю, есть ли человек, который сторонник войны, представит себя как сторонник войны, за исключением тех, которые на этой войне наживаются и сидят в своих креслах. Вот это сегодня яркий пример того, что мы видим в Армении. Поэтому с этой точки зрения заявление Минской группы о появившемся окне или закрывшемся окне, мне кажется больше таким риторическим. Минская группа, к сожалению, на протяжении длительного времени бездействовала, она фактически, ну так скажем, я бы не сказал бы самоустранилась, но в определенной степени ждала, что же произойдет. А здесь ждать не нужно. Здесь нарушено верховенство закона, это фундаментальная ценность сегодняшнего мирового порядка и восстановлением этих фундаментальных ценностей по мандату должна заниматься Минская группа. Так вот это дверь, окно или каким-нибудь образом ее занимает открылось тогда, когда азербайджанские земли были оккупированы и организация объединенных наций приняла резолюции в отношении безотлагательного вывода армянских вооруженных формирований. Вот эта вот дверь была открыта для переговорного процесса. Так значит, тем самым окно это или эта дверь закрылась, как можно себе представить, что при наличии резолюции организации объединенных наций может закрыться какая-то дверь. Значит, посредники допустили возможность закрытия. Поэтому с этой точки зрения, еще раз повторяю, мне кажется, что Минская группа и представители Минской группы, которые работают, сопределители в частности, они должны более активно участвовать в этом. Вы коснулись роли международных организаций по линии ПАСЭ, по линии ООН. Ожидается какой-то мониторинг того, что сейчас происходит на линии фронта, с учетом того, что они бомбят просто мирное население. Ну, во-первых, мы постоянно информируем международные организации. И вот перед вами как раз лежит очередная брошюрка, которая подготовлена нами, где конкретно показаны преступления против человечности, разрушение домов, убийство мирных граждан. Ведь территории, которые находятся под оккупацией и где располагаются армянские вооруженные формирования, этнически чисты. Оттуда азербайджанцев полностью изгнали. А вот как раз по эту сторону линии соприкосновения живут мирные люди. Вот их и обстреливают. И каждый день там гибнут люди, разрушаются дома. Об этом идет постоянное информирование международных организаций, как со стороны парламента, так и со стороны Министерства иностранных дел и со стороны других организаций, соответствующих наши представители, посольства, те, которые работают и связывают с международными структурами, работают в этом направлении. Но одновременно, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы мировое сообщество более подробно изучало эту ситуацию. Потому что армянская пропаганда и те силы, которые работают против Азербайджана, часто переворачивают все с ног на голову. И примером этого, допустим, служит недавно выявленный факт, когда расстрелянные, разрушенные дома, машины, оборудование, которые совершили армянские вооруженные формирования, представлены так, как будто это сделали азербайджанские войска и распространяются по миру. Тем самым еще одно явное доказательство армянской лжепропаганды. Мы предоставили все эти факты международным организациям. И я вам скажу, что это тоже было эффектом таким очень нехорошим для армян, которые даже не могут найти те факты, которые мы могли бы представить как достойными внимания. Саня Альман, вы сказали, что вы информируете международное сообщество в разных инстанциях о том, что происходит. Все-таки нас понимают или в некоторых случаях есть все-таки стена недопонимания, которые, например, было, скажем так, 10-15 лет, были такого рода замечания о том, что вот армянское лобби есть, пропаганда есть, и вот азербайджанскую позицию, несмотря на всю объективность, несмотря на то, что справедливость на стороне Азербайджана, все-таки люди не понимают. Сейчас как обстоятельства? Нельзя сравнивать Азербайджан, который сегодня и 10, 15 или 20 лет назад. Конечно, ситуация абсолютно другая. И Азербайджан другой, и информация об Азербайджане другая, и отношение к Азербайджану другое. И информация о том, что происходит, доставляется во все международные организации. Причем я глубоко убежден, что большинство тех серьезных политиков, которые могут принимать решения и принимают решения, они осведомлены о том, что происходит. Но сбрасывать со счетов, что армянское лобби больше не существует, или армянское лобби перестало играть какую-то роль, было бы очень наивно. Они продолжают работать, они продолжают дезинформировать мировую общественность, используя для этого и средства массовой информации, и свои возможности, и финансовые, и культурные, и какие-то другие. Но еще раз говорю, здесь уже не терра инкогнито, здесь уже не пустая земля, где они могут делать все, что они хотят. Здесь уже сильный, продвинутый, в информационном плане вооруженный и правильно скоординировавший свою деятельность Азербайджан. Каждый раз, когда ситуация в зоне конфликта становится еще более напряженной, в Армении затевают некие обсуждения о признании сепаратистского образования НКР со стороны официального Еревана. Как надо на это реагировать и как это все влияет на сам переговорный процесс? Ну, должен вам сказать, что вообще позиция Армении — это разрушить переговорный процесс. Провокации, которые на фронте мы стали свидетелями, деструктивная позиция во время всех предыдущих переговоров, абсолютно нелогичные и не связанные с друг другом заявления армянских политиков о необходимости продолжения или, наоборот, о необходимости остановки переговоров с Азербайджаном, звучат каждый день. И, наконец, вот это пресловутое признание, которым, так сказать, размахивают как каким-то флагом внутри армянского парламента и некоторые армянские политики. Я должен вам откровенно сказать, что какие-либо действия с этой стороны армянского руководства или армянского парламента приведут к окончательному срыву переговорного процесса. И если переговорный процесс будет сорван с точки зрения армянской стороны или с позиции армянской стороны, все мировое сообщество воочию убедиться в том, кто провокатор. Спасибо, Самид Альмин, что согласились ответить на наши вопросы. Пожалуйста. Напомню, что о последней ситуации в зоне армян-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта мы говорили в рамках передачи «Честно говоря» с главой парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самидом Сеидовым. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»